Всем доброе утро! Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли меня? Доброе утро, коллеги! И мы начали с моей любимой песни, которая заряжает позитивом на целый день. Я думаю, что вы уже потанцевали, приободрились, и сегодня мы с вами поговорим об иммунитете и женском здоровье. Каким же образом вообще связан иммунитет и женское здоровье? Ну и думаю, что наш бизнес. Давайте разберемся, что такое иммунитет. Иммунитет, ну, все слышали это слово, да, и, как правило, говорят врачи там, повышайте иммунитет, укрепляйте иммунитет. Так вот, иммунитет – это способность организма самостоятельно защищаться от бактерий, вирусов, которая заложена природой, и также уничтожать мутирующие клетки. Иммунная система представляет собой целый мир в нашем организме, и он образован, конечно, различными органами, тканями, клетками, объединенными одной целью – обнаружить, уничтожить внешние и внутренние потенциальные угрозы в нашем организме. То есть, фактически, иммунитет – это защита нашего организма как внешне, так и внутренне, чтобы мы были долгое время здоровыми, чтобы к нам не цеплялась никакая зараза. Для этого не только тот иммунитет, который нам дан от природы, да, мы его также можем укреплять и помогать своему организму, поскольку употребляя все равно таблетки, различного рода неправильную пищу, да, мы вредим своему организму самостоятельно, и поэтому самостоятельно, я считаю, необходимо и помогать. Вы знаете, что 10% наших клеток – это клетки иммунитета. Это очень важно, то есть у нас большой запас иммунитета, но по каким-либо причинам мы его растрачиваем, мы его не укрепляем. Поэтому с сегодняшнего дня мы все следим за тем, что мы кушаем, чем мы питаемся, что мы пьем, да, абсолютно все будем использовать, да, для того, чтобы укреплять иммунитет, потому что сейчас осень, я не хочу никого пугать, да, но так случается, что заболевания различные, да, впереди зима, это самое такое время, когда мы различного рода вирусы, бактерии подцепляем, поэтому давайте сами себе будем помогать, а не вредить. Итак, поехали. Значит, какие же факторы снижают иммунитет? Я уже о некоторых сказала, но это и стрессы, это и переутомление, это и нарушение режима сна. Очень важно ложиться в 11 часов. Научитесь ложиться в 11 часов для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вставайте в 5 часов и доделывайте все дела, которые вы планировали доделать там до часу, до двух часов ночи. Лучше встаньте в 4 утра, в 5 утра и сделайте те дела, которые вы не доделали вечером. И кроме того, утро считается вообще очень плодотворным для организма, да. Многие используют практики медитации, планирования и так далее. Поэтому научитесь ложиться рано спать. Неправильное питание, конечно, за этим тоже нужно следить. Что мы кушаем? Ешьте побольше зеленых овощей, различного рода фруктов, витамины. Я понимаю, что осенью витаминов не так много содержится в сезонных фруктах, как летом, но все же они присутствуют. Поэтому, конечно, нужно употреблять сезонные овощи, фрукты и так далее. Кроме того, покупайте витамины дополнительно, витаминизируйте свой организм. Физическая активность – это тоже залог, повышающий, а не снижающий иммунитет. Поэтому, если вы недостаточно физически активны, не нужно быть спортсменом. Девочки, достаточно по 10 минут, по 5 минут с утра позаниматься, сделать дыхательную гимнастику, в конце концов, разработать свои легкие и вперед кислорода обогатившись к различным исполнениям своих планов. Вредные привычки. На них я не буду останавливаться. Все вы прекрасно понимаете, какие это вредные привычки. Если они присутствуют, то необходимо от них постепенно избавляться. Любое заболевание, конечно, снижает иммунитет, нарушает микрофлору кишечников и так далее. Прием лекарственных средств, недостаток солнечного света. Поэтому зимой можно ходить в различного рода спа-салоны для отдыха. Хотя бы позвольте это сделать раза в две недели. И неблагоприятная экологическая обстановка, это точно так же влияет на снижение нашего иммунитета. То есть достаточно того, что существует вовне и помогает разрушать наш иммунитет. Так вот, коррекция своих привычек и образа жизни, она помогает поддержать иммунитет в том состоянии, в котором он не только находится, но и не усугублять его проблемы. Поэтому обязательно занимайтесь этим. И, конечно, без современных иммуномодуляторов, девочки, не обойтись, к сожалению. Потому что наш организм не справляется иногда самостоятельно. Помогайте ему. Для этого очень много выпускается препаратов, которые помогают активизировать работу иммунитета. Ну и также не забываем, что положительные эмоции тоже повышают иммунитет. Поэтому начинаем день с улыбки. Что мы можем подобрать из продуктов в каталоге? Значит, начнем мы с вами с секреты Востока. В продаже он появился. Так вот, секрет Востока – смесь масляных экстрактов, полезных таких растений, которые обладают мощными иммундулирующими эффектами. Что туда входит? Состав черный тмин, хельба, корнь кистальхинги, которые поддерживают защитные силы организма. В упаковке 60 капсул. Достаточно пить 2 капсулы. Кроме того, секреты Востока нормализуют гормональную фону женщин и мужчин, что немаловажно. Поэтому пить можно такой состав всей семьей. Если, конечно, обращайте всегда внимание, если у вас нет противопоказаний. То есть, если противопоказаний нет, вы можете спокойно употреблять. Противопоказания вы можете только проконсультировавшись с врачом, если у вас они такие существуют. Так вот, эфирное масло тмина, девочки, влияет на процесс брожения в желудке. Поэтому это масло делает дыхание более свежим. Масло усиливает мочеиспускание и выводит из организма токсины. Потому что, когда мы заболеваем, что нам рекомендуют? Пейте больше воды, пейте больше воды, воды, чаи и так далее. И, естественно, что чем больше мы пьем, тем больше у нас усиливается мочеиспускание, водный обмен. Соответственно, мы быстрее выздоравливаем, потому что все токсины начинают выводиться. Так вот, эфирное масло тмина дополнительно это помогает. Кроме того, масло тмина применяют при простуде. Если это брать, конечно, как отдельные компоненты. Я просто коротко хочу о каждом компоненте сказать. Вообще, здесь, конечно, подобрана рецептура специальная, которая в совокупности соединенные эти масла влияют на организм иммуномоделирующим эффектом. Но в любом случае, немножко нужно знать, какое масло за что отвечают. Дальше. Хельба. Хельба, говорят, что она может с успехом заменить тысячу лекарственных средств. В каких же случаях хельба используется? При патологиях, связанных с сердечно-сосудистой системой. Улучшает работу сердечные мышцы за счет содержащейся в хельбе растворимой клетчатки. То есть, эта растворимая клетчатка хорошо усваивается организмом. Уменьшает вероятность развития инфаркта. Высокое содержание калия в хельбе способствует нормализации кровяного давления, частоты сердечных сокращений. И улучшает гормональный фон у женщин. Я уже об этом говорила. Устраняет спазм при болезненных менструациях, снижает приливы и резкую смену настроения при климаксе. Тоже немаловажно. Следующее масло – это кист. Лекарственное растение, которое содержит в своем составе природные антисептики. Благодаря этому свойству он издавна использовался популярностью в китайской, аюрведической и традиционной исламской медицине. Вот такая вот трава. Так как растение помогает контролировать секрецию поджелудочной железы, то влияет на общее содержание глюкозы в крови. Поэтому обязательно сейчас закажите, пока секреты Востока гораздо дешевле, чем в следующем каталоге. Кто уже заказал – поставьте единички. Кто уже пьет – поставьте двоечки. Итак, выгода текущего каталога. Покажите ее своим консультантам, девочки. Это очень хорошо повышает продажи и хорошо влияет, когда вы показываете вот такую выгоду. Покупаем шесть штук «Секрет Востока». Как только они появились вот в очередной раз, у меня практически каждый консультант заказывал просто шесть штук «Секрет Востока». Пять оплачиваем, одна штучка идет за рубль. Для Новосибирска с доставкой, я посчитала этот слайд нашего региона, возможно, у кого-то доставка будет дороже, вы посчитаете для себя. Это 1746 рублей. Девочки, что такое 1746 рублей? Зайдите в аптеку, посмотрите, промониторьте цены. Даже вот сегодня с утра мне тут скинули рекламу, не буду называть фирму. Там минимум баночка стоит тысяча рублей. Причем наша российская фирма, то есть как бы на слуху, но одна баночка – тысяча рублей. И шесть баночек – 1746. Есть разница, да? Тем более одной баночки хватает на месяц. То есть шесть штук вам хватит на полгода или на два месяца для семьи из трех человек. Поэтому вот таким вот образом показывайте выгоду своим консультантам, ну и сами, конечно, умейте считать. Я здесь не написала баллы, но я думаю, мы все умные, грамотные, и мы сможем сами посмотреть. Следующий, значит, препарат, о котором я хочу сказать, артикулы записаны, поэтому можете себе помечать и какие-то там сноски делать. Это, значит, чай для защиты желудка. Значит, современные травяные чаи – это здоровье в каждой чашке. Это уже давно тоже всем доказано, значит, врачами и так далее, да, рекомендуют различного рода сборы пить. Значит, вам нет необходимости собирать травы, высушивать их, подбирать пропорционально. Есть готовое решение, придуманное компанией. Девчонки, ну это же супер, да, поставьте пятерки, если вы этому не рады. Когда берешь просто готовый, вернее, если вы рады, поставьте пятерки. Когда берешь готовый пакетик и заваривая, ты уже получаешь хорошую для организма, для нашего организма состав, который необходим при конкретном, ну при конкретной какой-то проблеме, либо, может быть, поддержке организма. Так вот, травяной сбор, защита желудка улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он оказывает антибактериальное действие, снимает воспалительные процессы в организме, что немаловажно. То есть он не просто защищает желудок, но и воспалительные процессы в организме. 100% натуральный продукт, уникальную рецептуру, которую разрабатывают для нашей компании. Направленное действие идет, комплексная поддержка организма. И в упаковке 21 пакетик. Как правило, рекомендуемый курс, да, 21 пакетик. Что содержит данный чай? Лис земляники, трава мяты, трава мать и мачехи, трава репешка, трава спороша, цветки ромашки, трава тысячелистника и кора дуба. То есть состав уникальный. Никто, и я точно не пойдем, да, с вами собирать там кору дуба, мать и мачеху и так далее, и придумывать какие-то рецепты. Есть готовое решение, берем, завариваем правильно в пакетик и употребляем. Результаты по нему девчонки есть. Ну, могу сказать просто на примере своего мужа, он такой, Фома у меня неверующий, редко во что-либо верит, но ему ставили недавно капельницы, ну, по заболеванию каждый год ему положено капельницы, ему ставят капельницы, но при этом летит желудок всегда. Так вот, он, я ему первый раз, по-моему, два дня заваривала, заставляла пить. На третий день я про него забыла. На третий день он сам сказал, завари мне чай, который вот ты мне заваривала желудочный. И он пропил курс, я у него поинтересовалась, действительно ли ему помогает. Он сказал, да, потому что при этих капельницах у меня летит желудок, а этот чай мне помог. Вот, поэтому обязательно употребляем не только, когда какие-то лекарства, да, но и если существуют проблемы с желудком. Поэтому обязательно такой чай имейте в ассортименте. У меня есть, кстати, абсолютно все чаи, какие у нас в каталоге есть. Я все приобрела по нескольку экземпляров. Так, идем дальше. Информации очень много. Значит, ароматный травяной чай антипаразитарный. Скажите, употребляли ли вы до этого, ну, чаи-то антипаразитарные, как вам они по вкусу? Если не нравились, поставьте тройку, если нравились, поставьте пятерку. Так вот, этот антипаразитарный травяной сбор, он помогает бороться с паразитами, обладает обеззараживающим эффектом, мобилизирует силы ослабленного организма, улучшает выделительную функцию, значит, направленная комплексная поддержка организма. Что содержит данный чай? Лист березы, трава мяты, пижма, кора дуба, цветы ромашки, травы полыни, трава сушеницы, трава тысячелистника, трава шалфеи, трава репешка. Смотрите, девочки, значит, такой уникальный сбор, как правило, такие сборы антипаразитарные, они не очень приятные по вкусу. Так вот, этот чай абсолютно комфортно пьется, как я говорю, без рвотного эффекта. Кто пробовал этот чай, ставьте единичку. Если он вам понравился, ставьте тройку. Давайте будем сегодня с вами общаться, чтобы я понимала, что вы слушаете и себе что-то помечаете. Так вот, этот антипаразитарный сбор великолепно, конечно, будет справляться с какими-то легкими паразитами. И если вас тошнит по утрам, кашля и так далее, я вообще его рекомендую, конечно, пропивать профилактически. Нужно, естественно, обследоваться на всякий случай, если у вас есть какие-то подозрения. Но лучше, если вы будете... Девочки, звук есть? Пометьте, пожалуйста, девушка пишет, звука нет. Если есть звук, напишите, да, как обновиться. И этот чай для профилактики, конечно, девочки, пейте хотя бы минимум-минимум два раза в год. Так вот, смотрите, что касается данных чаев. Репешок – это репейник. Ну, поскольку в данных сборах в защите желудка и в антипаразитарном встречалось одно и то же слово, я решила рассказать, что такое репешок и репейник. Потому что по каждой траве, если я буду рассказывать, мы будем с вами сутки. Это так увлекательно и интересно, но я думаю, что вы самостоятельно изучите, если что-то вам будет непонятно. Репешок или репейник, по-другому, это трава, которая, знаете, помогает от всех недугов. Благодаря комплексному составу растение положительно влияет практически на все внутренние органы. А именно, репейник, значит, полезные свойства оказывает как желчегонный и мочегонный эффект. Что помогает при таких болезнях, как хронический панкреатит, нарушение в работе поджелудочной железы, отечность, цистит, НУРС, стимулирует лимфоток, защищает сосуды, увеличивает показатель эластичности сосудов и уменьшает проницаемость стенок, обладает сильным бактерицидными способностями, препятствует проникновению холестерина в кишечные стенки, способствует контролю уровня холестерина в крови, обладает кровоостанавливающими свойствами, что позволяет применять репешок в гинекологии при кровотечениях, регулирует метаболические процессы в печени, а также способствует скорейшему выводу токсинов из нее. Поэтому смотрите, вот в этих двух чаях, о которых я уже рассказала, которые будут отвечать и помогать вашему иммунитету, будут отвечать всем требованиям повышения иммунитета, содержится вот такая уникальная трава. Поэтому наши ученые точно знают, что делают, когда изобретают вот такие уникальные составы чаев. Поехали дальше. С репешком все понятно, надеюсь. Едем дальше. Успокаивающий травяной сбор тоже необходим в период сезонных заболеваний и для того, чтобы поддержать наш иммунитет. Ну, во-первых, успокаивающие травяные сборы не обладают каким-либо таким, знаете, сонным состоянием на организм, они не влияют, улучшают общее сумочувствие, помогают в борьбе со стрессом, особенно если вы регулярно нервничаете. Просто введите в свой рацион. Да, спасибо, Вика, крутой сбор. Значит, направленное, конечно, действие комплексное на организм. В упаковке точно так же 21 пакетик. Что же входит в состав? Цветок ромашки, иван-чая, кипрей, шиповники, шиповник плоды, фенхель, лаванда, мелиса, пустырник и корень валерьяны. Да, все мы прекрасно знаем валерьянку, пустырник. Так вот, в этом сборе, да, тоже все подобрано таким образом, чтобы мы могли спокойно спать, восстанавливать свой сон, приятно еще и пахнет, да, то есть, чтобы мы могли насладиться чашечкой хорошего чая вечером, еще и дополнительно помочь своему организму сладко, вовремя засыпать и рано утром просыпаться. Следующий чай. Травяной сбор для женского здоровья. Потому что мы же говорим, что иммунитет и женское здоровье. Почему именно иммунитет и женское здоровье? Согласитесь, все-таки большинство и климат в доме зависит от женщины. Ну и если женщина всем довольна, да, то семья, конечно, будет всем довольна. И на кухне у нее все спорится, и в делах у нее все шикарно, и настроение у нее прекрасное. Для этого, конечно, нужно помогать себе, милые девочки. И поднять им настроение какой-то хорошей песни, ну и также вот дополнительными травяными такими чаями. Травяной сбор для женского здоровья. Он помогает при гинекологических заболеваниях, болезнях почек и органов мочевыделения, потому что у женщин это все взаимосвязано. Облегчает состояние при ПМС. Это точно проверено уже на нескольких клиентах и на себе в том числе. Способствует укреплению нервной и иммунной системы. Тоже, да, прямо восклицательный такой знак. Что содержит? Пастушью сумку, лист березы, трава эрвишертистой, трава горца птичьего, трава мяты, трава чебреца, плоды фенхеля и корень солодки. Это все то, что содержится в данных чаях. Итак, что же такого повторяющегося мы услышали? Это фенхель. Официальная медицина вообще часто пользуется средствами, в которые входит фенхель. Сюда можно отнести настойки, лечебные чаи, которые зарекомендовали себя как? Когда существуют болезни, там, дыхательных путей для проведения, приведения, вернее, в норму пищеварения, для лечения сердца и сосудистых болезней, для улучшения вкуса других лекарств. Трава плоды фенхеля является антибактериальным средством. По-другому иногда называют ее укропная водичка. Она давно известна женщинам. И, знаете, эту укропную водичку дают не только женщинам, ее давали также младенцам при различных колитах, метеоризме и так далее. Такая водичка способствует сокращению желез и регулирует моторную функцию кишечника, тем самым успокаивает. Поэтому в наших чаях в составе есть фенхель. Это в женском здоровье, как мы помним, и в успокаивающем здоровье, в успокаивающем сборе. Официальная медицина включает в противоосматические сборы плоды фенхеля, полезные свойства которых очень ощутимы. То есть фенхель, видите, успокаивает даже дыхательную систему. Он хорош при вздутии желудка, во время менструальных болей, при воспалительных процессах глаз даже, для лечения заболеваний печени, желчевыводящих путей. Спазмологические свойства у него. При коклюши, осматических приступах, от головной боли на почве плохого пищеварения. Потому что голова у нас болит, девочки, не только от того, что сменилась погода, но и настроение, может быть, не то съели, пищеварение. Почему я и говорю, думаем о том, что мы кладем в рот, и будем с вами здоровы. Еще одна очень интересная вещь в наших чаях – это эрвошерстистая. Эрвошерстистая содержит огромное количество микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, поэтому она признана лекарственным средством. К сожалению, в России, девочки, растение не приживается, поэтому мы не сможем с вами пойти, набрать и насушить из-за климатических условий. Импортируют из-за рубежа, выращивают в специальных теплицах. Вика, что… Так, отвечу на вопрос, сразу вижу вопрос. Одновременно сборы, имеешь в виду в одной чашке заварить? Нет, конечно. Но с интервалом во времени можно, нужно будет просто подобрать для себя индивидуальную схему. Подробно по схемам давала Ксения Пустовая, поэтому можно у нее посмотреть по схемам. Либо прочесть в чате конкретно и себе схему составить, то, что будешь во сколько пить. Значит, химический состав лекарственной Эрвы. Это кемпиферол, который входит в состав многих овощей и фруктов. Например, виноград, фасоль, помидор, яблоки, груши, в банане есть, в луке, в клубнике, в капусте, ну и во многих других. Значит, это вещество обладает мощным цитостатическим действием. Также отличается высокой антиокислительной активностью. Применяется при патологическом делении клеток и белков. Эффективен при злокачественных новообразованиях. Хотя я не люблю об этом всегда говорить, девочки. Но существуют все-таки травы, да. И как бы я не закрывала на это глаза, как бы я не относилась к этому лояльно, с осторожностью говорить о таких вещах. Но поскольку ЭРВА входит в состав других лекарственных средств, и они разработаны врачами, да, я не имею права тоже об этом молчать. Значит, также жировые отложения при целлюлите используются. Значит, что еще, какой химический состав в ЭРВИ? Рамнетин – это антиоксидантное спазмологическое действие данного препарата. Он относится к сильным диоретикам, которые эффективно борются с различными видами паразитов. Тоже немаловажно, да. А мы с вами говорили как раз о чаях, и в других чаях она тоже повторялась, вот эта трава. Сиреневая кислота есть и даже оказывается такая. Эта кислота обладает антиоксидантными свойствами, блокирует окислительные реакции в желудке, выводит свободные радикалы. Кроме того, девочки, сиреневая кислота препятствует развитию вредоносных бактерий и грибков, да, является природным антисептиком и включается в состав многих жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и анальгин. Поэтому природа помогла создать вот такую уникальную траву, которая входит в состав наших чаев. И это немаловажно. Также есть и ванилиновая кислота, и алкалоиды, и полисахариды, и органические кислоты, и дубильные вещества, и кумарины. Кумарины – это противовирусные и противогрибковые органические вещества. Сапонины, неорганические соли, пектины ускоряют обмен веществ, повышают аппетит. Макроэлементы – калий, кальций, магний. Представляете, каким вообще спектром, я вот не буду просто на каждой останавливаться, обладает эрва шерстистая. Ну, это просто какой-то кладезь. Но у нас она не растет. Мы ее, получается, выводим в тепличных условиях. На улице мы ее или в лесу мы не найдем. Поэтому благодаря всем компонентам, которые содержатся в эрве шерстистой, из организма выводятся шлаки, токсины, нормализуется кровоснабжение, повышается иммунитет, и организм оздоравливается. Поэтому мы великолепно можем заваривать чаи и употреблять либо психоматично, либо взять какое-то одно направление и пить данный чай. Идем дальше. Сухая смесь для приготовления коктейля. Ну, скажете вы, при чем здесь иммунитет и коктейль? Наверняка тот, кто употребляет коктейль и кто изучил его состав, понимают, о чем я говорю. Кто уже употребляет коктейли, поставьте, даже не с целью снизить вес, поставьте, пожалуйста, единичку. Дело в том, что следить за своим здоровьем при помощи коктейля вы можете не только снижать вес, но и налаживать микрофлору, поскольку при заболеваниях летит в первую очередь микрофлора, а нам нужны дружественные бактерии. Нам нужны все бактерии, девочки. И дружественные, и недружественные. Но нам нужно, чтобы у них был баланс, чтобы, как говорится, белых и черных было поровну в организме. Если преобладают недружественные бактерии в организме, мы начинаем заболевать. Так вот, как коктейли, у них пять вкусов, так и супы, два вкуса, дают дополнительную энергию, сокращают калорийность, но и великолепно повышают в кишечнике микрофлору положительную, потому что в ее состав входят волокна клетчатки. Почему клетчатка? Это я сейчас чуть попозже расскажу. Ну, уже, как говорится, и не выкинешь слов из песни, будем говорить о том, что коктейли Wellness это диета без голодовок, это польза полезных веществ, содержащихся в данном коктейле. В одной порции всего 98 калорий, а очень огромное количество витаминов, поэтому они нам сейчас очень нужны, да, за лето мы хотя и напитались, насладились витаминами, но осенью организм начинает немножко их расходовать. И давайте поможем. Для этого используйте хотя бы раз в день на перекус или вместо ужина, да, коктейль, который поможет. Во-первых, в составе есть коллаген, который разглаживает нашу кожу, кожа становится упругой, да, коллаген – это каркас, это эластичность, это увлажненность нашей кожи, морщинки исчезают, кости укрепляются, улучшается состояние мышц, сухожилий, связок, то есть все то, что нам необходимо, есть в этой порции. Биотин делает прекрасными блестящие волосы, препятствует выпадению волос, снижает ломкость, ногти укрепляются, и это тоже подтвержденные уже результаты, становятся более гибкими, здоровыми. У кого есть положительные результаты на коктейль, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Тот, кто уже ощутил, что коктейль не только снижает вес, но и благотворно влияет на ваш организм. Значит, для чего нужна клетчатка, которая содержится в данном коктейле? Волокна клетчатки, девочки, обеспечивают не только чувство насыщения, они улучшают пищеварение, пищеварение помогают вывести шлаки и токсины, потому что долгое время считалось, что клетчатка нашему организму – это балласт, и она вообще не нужна. Так это неправда. Дело в том, что клетчатка не только способствует снижению веса, но и дело, она еще, это питательная среда для пищеварительных ферментов, которые живут в кишечнике, которые поддерживают нормальную микрофлору кишечника. От этого зависит состояние нашего здоровья. Поэтому помогайте нашему организму. Для этого я говорю, хотя бы раз в день начинайте пить коктейль. Ну, это, во-первых, безумно вкусно, во-вторых, вы дополнительно будете поддерживать свой организм. Отсутствие или переизбыток клетчатки приводит к пагубным последствиям для желудочно-кишечного тракта. Поскольку я уже сказала, что клетчатка является полезным для бактерий кишечника питанием. То есть нашим полезным бактериям необходимо тоже чем-то питаться, а для этого существует клетчатка. И если вы недостаточно ее употребляете, нашим полезным бактериям не хватает питания. Поэтому помогайте ему не только употребляя овощи, фрукты, крупы, где содержатся клетчатки, там необработанные, микрозелень сейчас очень модно, орехи и так далее. Ну и также просто, очень просто сэкономить время это выпить чашечку коктейля с подружкой, например, на перекус. Вот. Что еще делает клетчатка? Она замедляет скорость повышения глюкозы в крови, она снижает уровень холестерина в крови. Также клетчатка способствует нормализации артериального давления и снижению вероятности развития инсульта и инфаркта миокарда. Конъюгированная линолевая кислота, которая содержится также в коктейле, она активизирует обмен веществ. Это тоже важно, не только при снижении веса, но и для того, чтобы организм начал оздоравливаться. Тогда организм лучше усваивает белки, он сжигает жиры, теряет ненужный вес. Но и кроме того, что вы будете в идеальной форме, вы будете здоровы и будете радоваться своему отражению в зеркале, что немало важно для нас, для девочек. А, соответственно, что? Я повторюсь, мы будем в хорошем настроении, у нас будет чудесный день и чудеса на нас будут просто сыпаться. Заказы на нас будут сыпаться и дома будет все классно, потому что у нас, у девочек, хорошее настроение. Идем дальше. Следующий препарат, который необходимо внести в свою корзину, это сила ферментов. Значит, во-первых, сила ферментов улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Не всегда там бывает такое состояние, что мы говорим, наш желудок встал. Ой, я вот съела, и ощущение тяжести. Так вот, нужно помогать своему желудку, значит. Для этого существует данный препарат, сила ферментов. В состав входят яблочные волокна, папаин, бромелайн, панкреатин, экстракт артишока, порошок куркумы, восполняет недостаток пищеварительных ферментов, улучшает переваривание органических веществ, таких как белков, жиров и углеводов. То есть, хорошо переваривает, способствует нашему организму, чтобы пища великолепно переварилась. Ну и кроме того, клетчатка в составе способствует очищению желудочно-кишечного тракта. То есть, еще одна дополнительная клетчатка. Клетчатка любит очень водичку. Ферменты, энзимы, которые содержатся в данном препарате, это высокомолекулярные вещества белковой природы, выполняют в организме функции катализаторов, активизируют, ускоряют различные биохимические реакции. Поэтому, если вы пошли в гости и переели, примите две штучки силы ферментов. Возьмите их с собой. Энзимы играют чрезвычайно важную роль в поддержке нашего иммунитета, потому что ферменты участвуют в выработке антител, необходимых для борьбы с вирусами и бактериями, активизируют работу макрофагов, больших хищных клеток, которые распознают и обезвреживают любые инородные частицы, попадающиеся в организме, удаляют продукты жизнедеятельности клеток, обеззараживают яды, защиты от проникновения инфекции. Все это функции ферментов. Вот если вы об этом не знали, поставьте двойку. Теперь вы об этом знаете, и я думаю, что сегодня вы добавите в корзину сила ферментов. В продаже она точно есть. Я вчера смотрела, ну, железно есть такая вещь, и она необходима нам тоже. Ну вот, кто-то не знал, поэтому, девочки, теперь знаете, и в корзину себе добавляем. Это то, что тоже нам необходимо. Сейчас для повышения иммунитета. Так, идем дальше. Значит, следующий чай. Это фитосбор, такой травяной сбор. Это чай иммунити. Он способствует укреплению иммунитета. Чем же он, ну, таким знаменит, да? Там входят в состав только полезные для укрепления и повышения иммунитета травы и растения. Чебрец, березовые почки, зверобой, ромашка, эхиноцея, земляника, шалфей, календула, так зверобой я назвала, кипрей. Значит, это все травы, которые содержатся в данном составе. Поэтому иммунитет завариваем и тоже пьем. Вы часто уже слышали, я повторяла это слово, кипрей. Так вот, существует такая поговорка, ешь кипрей, пей кипрей, здоровей и молодей. Дело в том, что в кипреи или иван-чай по-другому, да? Содержится в 3,5 раза больше витамина С, чем в лимоне. В 100 граммах листьев доходит до 200-400 миллиграмм данного витамина. Богат иван-чай витаминами группы В, которые сохраняются в нем даже после заваривания. Кроме того, иван-чай содержит дубильные вещества, которые до 20% большое количество фла... Господи, фланоидов, слизи и пектинов. Поэтому еще иван-чай является мощным антисептическим и противовоспалительным средством. Значит, он по этим характеристикам только превосходит многие лечебные травы. Иван-чаю могу петь оды бесконечно, девочки. Чем он полезен? Оказывается, действие в нормализации пищеварения и обмена веществ. Улучшает все виды обменных процессов, особенно липидного и углеводного. Обладает мощным, антисептическим свойствам. Эффективен при целебной и профилактических действиях на организм в схеме лечения инфекций и воспалений. Листки и цветы этой травы значительно превосходят такие знакомые всем мощные природные антисептики, как кора ивы, дубовая кора и медвежьи ушки. Представляете? Хотя это тоже очень мощные травы. Такое специфическое действие растения связано с содержанием в нем фланоидов, дубильных веществ, кротоноидов, витамина С, органических кислот и микроэлементов. Что еще Иван-чай продлевает активную жизнь как мужского организма, так и женского? Поддерживает, улучшает функцию второго сердца. Это предстательные железы у мужчин. Поэтому про мужчин мы тоже помним не только о себе, но и о мужчинах. Значит, улучшает состояние мужского организма в целом. Значит, Иван-чай еще называют по-другому мужской травой. Вот. Но это не означает, что нам, женщинам, нельзя его пить. Нам тоже он необходим, потому что Иван-чай оказывает мягкое мочегонное действие, нормализует водно-электролитный баланс, снижает артериальное давление. Благодаря в составе кипрея магния, витамины группы В, он является эффективным, несинтетическим, снотворным и седативным, нормализует психоэмоциональное состояние. Поэтому всю нашу тревожность, всю нашу нервозность, возбудимость, облегчение головной боли, нормализация ночного отдыха используем чаи, в которых есть в составе кипрей, либо Иван-чай по-другому. В Иван-чае также имеются дубильные вещества, слизи, пектинные. Он способствует улучшению и восстановлению деятельности пищеварительной системы, устраняет запоры, изжогу, дисбактериоз. За счет чего это? За счет обволакивающего противовоспалительного действия данного препарата. Ну и я уже говорила, что даже после заваривания трава не теряет своих лекарственных вот таких средств. Действует на вирусы и противостоит аллергии кипрей. Потом он является ранозаживляющим эффектом, обладает. Достигает за счет присутствия в траве таких элементов, как хлорофилл, дубящие смеси. И поэтому эпитализация, повреждения на коже происходит быстрее. Более утоляющее воздействие иван-чай на организм. Кроме того, лактационные качества. Поэтому если у кого-то есть маленькие детки, либо маленькие внуки, то мамочке полезно с иван-чаем пить чаи, для того, чтобы лактационные качества повысить. Тем самым укрепить здоровье малыша, потому что мама будет кормить его грудью. Абсорбентом является природным иван-чай хорошо. Очищает тело от токсических элементов. Эндокринные органы работают слаженно и более эффективно. Трава приобрела успех в виде противоопухолевого средства за счет антиоксидантного действия. Замедляет раннее кожное устаревание, делает ее эластичной и упругой. Все это благодаря веществам, стимулирующим единственные процессы синтеза коллагена, витамин цефла, ноидам, органическим кислотам и меди. Вот такой полезный сбор у нас есть. Поэтому вы можете смело сейчас у кого стоит он на кухне либо в офисе заварить себе пакетик и выпить данный чай. Идем дальше. Следующий препарат, который нам необходим для поддержания иммунитета и женского здоровья, это гиполайт десерт желе. Почему именно гиполайт десерт желе? Во-первых, он предназначен для улучшения и нормализации работы желчного пузыря и защиты печени. У него очень мягкий желчегонный эффект. За счет чего это? За счет в составе расторопши кукурузные рыльца, календулы и имбирь. Вот сочетание экстракта мелиса и инулина из цикория улучшает азотный обмен, способствует выведению токсинов из печени, а также помогает мягкому стулу. И если вы, не дай бог, заболели и вынуждены принимать лекарственные средства, либо вообще вынуждены принимать лекарственные средства какие-то, обязательно добавьте гепалайд десерт желе себе в рацион, потому что у него мягкий желчегонный эффект, он выводит токсины из печени, а когда мы пьем лекарства, мы нагружаем печень, и об этом врачи иногда забывают сказать, и нарушаем микрофлору, поэтому обязательно желудочные чайки, коктейли, печеночные препараты осуществляют профилактику аллергических реакций. В данном препарате 20 стиков по 5 миллилитров, достаточно в принципе одной штучки в день пить. Так вот, расторопша пищетнистая, которая входит в состав, такая вот она красивая, но ужасно колючая, по-другому она называется Марьин чертополох, женским причем названием, такая вот красивая, но колючая. Родственник, ближайший родственник это подсолнух и астра. В составе семян расторопши свыше 200 компонентов, необходимых для поддержания здоровья. Расторопша содержит все витамины группы В. Представляете, какой у нас уникальный препарат, поэтому сейчас также добавляйте в корзину этот препарат. Витамины А, Д, Ф, Е, К, это те витамины, которые тоже рекомендуют сейчас употреблять. Значит, в составы аминокислоты входят. Расторопша содержит хлорофилл, который полезен и оказывает омоложующий эффект нашему организму, способствует процессу восстановления. В состав входят керотиноиды, которые замедляют наше старение. Препараты из семян применяются при лечении и восстановлении кожи. Лечебные свойства расторопши нормализуют работу печени. Если по утрам болит голова, нарушено пищеварение, месячные сопровождаются густыми выделениями темного цвета, а также симптомы о перезагруженности печени сигнализирующей, применяйте растения, восстанавливайте ткани, поврежденные злоупотреблением алкоголем и вредными веществами и гепатитом. Поэтому расторопша, конечно, используется в традиционной медицине очень широко. И вы наверняка видели, когда вы в аптеке что-то покупаете, вам предлагают для печени с расторопшей или просто расторопшу вам что-то нужно, то есть вам ее прямо предлагают пить, но она у нас есть в составе нашего десерт-желе гипполайт, что немаловажно. Растения полезно восстанавливают, полезные свойства растения восстанавливают печень, защищают неповрежденные клетки от инфекции, от вредных факторов. Что еще? Лечебные составы из расторопши активизируют функцию желчного пузыря, образование желчи, выведение ее из организма, стимулируют процессы пищеварения. Расторопша полезна при гепатите в острой хронической форме, циррозе, воспалении желчного пузыря, протоков. Поэтому данное растение входит в состав девочки очень многих лекарственных препаратов для защиты печени. И у нас это тоже существует. Поэтому пьем десерт, желе, гиполайт и защищаем нашу печень от различного рода токсинов. Коралловый кальций. Кажется, при чем здесь иммунитет и коралловый кальций? Для повышения иммунитета, для выведения различного рода токсинов, вы уже поняли, что необходимо употреблять очень много воды. Так вот, чтобы вода еще и была не просто вода, а полезная вода, иногда не нужно употреблять, как пишет официальная медицина, я, конечно, не буду спорить с официальной медициной, я не медик, но как показывают наши умные весы, анализатор тела, если вы употребляете водичку с коралловым кальцием, то нет необходимости пить по 30-40 миллилитров на килограмм веса воды, достаточно пить от полутора до двух с половиной литров воды в день, если вы используете коралловый кальций. В составе кораллового кальция входит коралловый песок, серебро, данная вода восстанавливает водно-солевой баланс организма, насыщает кровь кислородом и нормализует уровень сахара в крови, поэтому данный пакетик на полторашечку и употребляем. В упаковочке 12 пакетов. Поставьте тройку, кто дома пьет коралловый кальций. Посмотрим, много нас или нет. Нас сейчас 66. Да, вижу, вижу. Правильно, и я тоже поставлю, я же тоже пью коралловый кальций. Поэтому обязательно употребляйте коралловый кальций. Если, допустим, иногда я слышу такое, дорого, девочки, да не дорого, здоровье дороже, но если вы хотя бы будете пропивать 12 дней пропили, потом раз в месяц вы это будете употреблять, вы увидите, какие изменения в организме происходят. И кожа будет другая, и состав будет в организме другой, если взвешаться на специальных весах и посмотреть анализ своего тела. Еще один из препаратов, который также необходим для поддержания нашего иммунитета, это алоэ-баланс концентрированный напиток. Он поддерживает работу пищеварительной системы, стимулирует процесс пищеварения, улучшает обмен веществ, восстанавливает защитные силы организма и улучшает самочувствие. Пьем мы один колпачок, утром просыпаемся, в теплую водичку один колпачок и с утра выпиваем такую вкусную водичку. Дело в том, что алоэ используется в народной медицине как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Применяется также при лечении трофических язв, ожогов, ран, для лечения глазных заболеваний, устранения проблем, связанных с пищеварительным трактом. Растение относится к иммуномодуляторам, способствует укреплению защитных сил организма. Поэтому с утра мы помогаем своему организму алоэ-балансом. Всего лишь навсего один колпачок с утра встали, приготовили напиток, выпили, пробудились, сделали зарядку и вперед выполняют свои планы, те, которые наметили за день. В народной медицине алоэ используется для повышения иммунитета, для горла, при лечении горла, при ОРВИ, при заболеваниях десен, а также язвей желудка и 12-ти перстной кишки. Поэтому если нету каких-либо противопоказаний, аллергических реакций, то вы можете спокойно употреблять данный безалкогольный напиток. Травяной сбор, чистота и легкость в теле. Он способствует мягкому очищению организма от шлаков и токсинов. Соответственно, у нас не будет засоряться организм, улучшает обмен веществ, активизирует при статике кишечника. В состав входит трава алтея, она оказывает противовоспалительное расслабляющее действие и нормализует обмен веществ. Нужно посмотреть, то есть попробуйте на всех по-разному действуют, кого-то сильно слабит, а кого-то вообще не слабит. Легкое очищение. Поэтому отследите за своим организмом сами, самостоятельно. Нельзя дать каких-то общих рекомендаций, сказать, да не может такого быть. Все мы разные, поэтому кому-то нужно будет два пакетика заварить, кому-то достаточно будет одного. Александрийский лист в составе данного чая, он благодаря слабительным и антисептическим свойствам усиливает пристатику кишечника и выводит токсины и шлаки, соответственно. Кора крушины обладает патагонными и противовоспалительными свойствами, выводит соли и песок из почек. потом пижма в составе. Пижма отток желчи дает патагонное действие, способствует выведению соли и шлаков. То есть состав у данного чая очень хорош. Так, идем дальше. Следующая это трава мята. Она тоже, заметьте, часто в наших составах она попадается. Мята многолетнее травянистое растение с приятным ароматом. Многие ее даже выращивают. У нее очень хорошее множество целебных свойств. Во-первых, главным компонентом травы является ментол, эфирное масло, благодаря которому мята имеет такой особый аромат. И какие еще вещества содержатся в мяте? Это витамины группы В и С, это дубильные вещества, это флоаноиды, каротин, бетаин, минеральные вещества, такие как фосфор, магний, натрий, растительная клетчатка, смолы, сахара. Вообще в мире существует 25 видов этого растения. Представляете? А нам кажется, мята да мята нет, 25 видов этого растения. И каждое растение имеет уникальное сочетание эфирных масел и других компонентов. Они отличаются даже по запаху, по длине листьев, по высоте стебля. Самым распространенным видом является перечная мята. Ставьте пятерку, кто выращивает дома на подоконнике, либо у себя на даче мяту и пьет летом такие прохладные чаи, классные. Поэтому большинство выращивают мяту, это классная добавка к чаю. Какие же свойства у целебной мяты? Во-первых, оно помогает справиться с болевым синдромом, оказывает противовоспалительный эффект, способствует расширению сосудов и снижает тем самым артериальное давление, успокаивает нервную систему, нормализует работу кишечника и улучшает его пищеварение. Что она еще делает? Стимулирует отток желчи, помогает сконцентрироваться, улучшает работу головного мозга, память устраняет герпес, выводит излишки воды из организма, стимулирует рост волос, борется с плохим запахом из полости рта, снижает аппетит, помогает бороться с различного рода заболеваниями в комплексной терапии, способствует восстановлению организма при дуперкулезе, снимает острую симптоматику климакса, обеспечивает проявление предминструального синдрома, помогает в терапии пневмонии, очищает кожу от прыщей и других высыпаний, эффективна при лечении гинекологических патологий. Представляете, то, что вы выращиваете на даче, вот таким уникальным свойством обладает. А нам кажется, ну что там, пару листиков мы чай тут для запаха, для вкуса, или какой-то коктейльчик мы делаем, используем мяту. Поэтому, да, выращивайте, пейте и смотрите, в составе чаев тоже есть уникально подобранные сборы, да, где есть, уже присутствует мята, и нам нет необходимости понимания, переборщила я с мятой или недоборщила. То есть, все это продумали, ну, если существуют такие слова, недоборщила. Значит, для нас, за нас все придумали наши ученые, разработали специальные составы, которые всего лишь навсего бросил в пакетик чая и заварил, и пьем. Значит, масло растительное омега-3, 6, 9. Это жирные кислоты, которые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и вообще всего организма в целом. Значит, омега-3, 6, 9 оказывает антиоксидантное действие, препятствует старению кожи, благотворно влияет на состояние кожи, эластичность и упругость, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и кровеносных систем. В состав входит льняное масло, рыбий жир, масло семян, амаранта, масло семян тыквы. Представляете, какой богатый состав? То есть, я только назвала 4 масла, да? Масло семян тыквы, например, это богатый источник цинка. Он укрепляет стенки кровеносных сосудов и повышает их эластичность. То есть, соответственно, у нас кровь будет хорошо циркулировать по организму, нести нам кислород и омолаживать ткани нашего организма. Отдельно хочу остановиться на амаранте. Дело в том, что амарант это диетический продукт, он обладает ценными для здоровья свойствами. Чем же он обладает? Во-первых, он синтезирует витамин D в организме. Вы все сейчас наслышаны, и большинство сейчас врачей в лечебных своих схемах пишут витамин С, витамин D. Улучшает пищеварение, очищает кишечник от застоявшихся пищевых масс, токсинов и тяжелых металлов. А это масло, как вы помните, входит в состав комплекса омега-3,6,9. Кроме того, белки обеспечивают быстрое чувство насыщения, предупреждают переедание, участвуют в обменных процессах печени, улучшают метаболизм, поддерживают функциональность коры надпочечников, сохраняют качественный уровень состава крови, помогают синтезу гормонов, укрепляют нервную систему, регулируют водный, электролитный и кислотный баланс, нормализуют давление, предупреждают развитие дефицита кальция. Поэтому регулярное употребление в пищу блюд с листьями амаранта насыщает организм необходимым количеством еще и белков, протеинов, витаминов и жизненно важных микроэлементов. Листья амаранта оказывают масштабное просто оздоровительное действие на весь организм. И все это, девочки, вернусь к предыдущему слайду, входит в состав комплекса омега-3, 6, 9. Поэтому берем, закидываем в корзину, а если мы берем 5, то 6-ая будет баночка нам бесплатно за 1 рубль. Добрались мы с вами до женского здоровья. Хотя мы на протяжении всех слайдов говорили об этом. Масло растительное мастоп для поддержки женского здоровья. Во-первых, осуществляет профилактику мастопатии и заболеваний органов репродуктивной системы. Способствует облегчению состояния при ПМС помогает снизить болезненные ощущения в молочных железах. Также во время месячных смотрите, я рекомендую данный чай, вернее, данный препарат употреблять совместно с чаем. Эффект просто бомба. Эффект просто классный. Я второй месяц уже на себе отслеживаю, посмотрю еще пару месяцев, тогда поделюсь с девчонки результатом. Если кому-то будет интересно, я это напишу. В комплексной конкретной терапии использование мастоп и женского чая. Какой это дает результат? Значит, поэтому что здесь входит? Экстракт капусты брокколи есть и масло чия. Это два компонента таких, о которых я хочу также остановиться. Потому что все вы можете почитать, но семена масла чия. Во-первых, о данной о пользе вообще чия для организма прям настоящие легенды ходят. И в них, честно скажу, нет абсолютно никаких противопреувеличений. Большая часть растительных источников кальция является самым таким предпочтительным в виде именно семян чия. Например, на сегодняшний день ученые доказывают, что кальций, который содержится в шпинате либо в семенах кунжута, будет намного лучше ассимилироваться в человеческом организме, в отличие от кальция, который находится в составе молока. Поэтому масло или семена чия можно употреблять, вот видите, они разбухают, в несколько раз увеличиваются и можно использовать для приготовления десерта. Значит, масло чия можно добиться просто потрясающих результатов, используя его вообще употребляя в пищу. Во-первых, снизить уровень холестерина в крови. Значит, проводится улучшение работы кровеносной сосудистой системы. Значит, осуществляется не только корректировка, но и регулировка собственной массы тела. Значит, борьба с лишним весом. Улучшается функционирование пищеварительной системы. Значит, что еще? Укрепляются не только кости, но и зубы, так как организм будет поступать достаточно высокое содержание фосфора, кальция и магния, содержащиеся в семенах чия. Значит, дальше, значит, что еще? Значит, чия продукт эффективен для укрепления иммунитета, повышает противодействие инфекциям и микробам. Ненужный холестерин в крови, я уже говорила об этом, убирает, да? То есть, представляете, продукт насыщен омегой 3 и 6, значит, причем его больше, чем в лососе, который является лидером по содержанию омеги 3 и 6. Поэтому, благодаря таким полезным свойствам, чия, масло, чия, семена применяются в народной медицине. Вы об этом знали? Я нет. Поэтому, употребляя данный продукт, вы не только оздоравливаете свой организм, но еще и способствуете различного рода профилактическим мерам. Дальше, следующий препарат, еще немножко осталось, терпение, девочки, я понимаю, тема очень обширная. Состав экстракта брокколи. Экстракт брокколи это поливитаминный комплекс большой. Содержит аскорбиновую кислоту, в цитрусовых его много. Количество витамина А в брокколи приравнено к моркови и тыкве. Также брокколи может похвастаться большим запасом белков. Без белков вы понимаете, что не существует какого-либо строительного вообще процесса в организме. Брокколи это источник незаменимых аминокислот, обширного перечня витаминов и минералов, оказывающих общее укрепляющее действие на организм. Активатор антиоксидантных процессов. Особенно ценится содержание в брокколи веществ, способных противодействовать различного рода опухолевым. И поэтому брокколи часто используются в официальной медицине. Существует даже вытяжка экстракта брокколи и она прям вот продается, я это видела. Данный овощ считается полезным как для женщин и мужчин, для любого возраста, но также и для детей. Дело в том, что в содержании самом брокколи огромное количество витаминов и минеральных веществ. А теперь главное правило вообще применение различного рода добавок, чаев и так далее. Во-первых, изучите противопоказания. Возможно, у вас есть какая-то индивидуальная непереносимость травы, какого-то компонента. я не врач и я за это не отвечаю. Вы знаете свой организм сами. Если возникают сомнения, то, конечно, лучше проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если вы таковым пользуетесь. Обязательно составьте схему употребления БАДов. Об этом я тоже говорила. Делайте, конечно, перерывы. Соблюдайте инструкции. Не нужно относиться к своему организму так, как будто у вас, я говорю, девочки, есть запасной организм. К сожалению, у вас его нет. И то тело, которое у вас есть, тот организм, который сейчас есть, посмотрите в зеркало, улыбнитесь, погладьтесь, полюбите себя такой, какая вы есть, и организм ответит вам той же благодарностью. Нет у вас. Вы можете купить новое платье, запасное платье, но вы не можете купить новый организм. Поэтому помогайте ему такими великолепными чаями и добавками. Помните, что профилактика это самое дешевое, что вы можете себе позволить. И самое дорогое, так как здоровье, это самое дорогое, что у нас есть. Кто согласен с этим, ставьте восклицательные знаки, десятки, все, что угодно. То есть это действительно так оно и есть. и вот такой, кто дождался, кто не дождался, потом, видимо, в записи посмотрит. Значит, смотрите, помните, я вам говорила, что мы будем с вами готовить в самом начале зелье, женское зелье. Мы же девочки, нам же нужно поколдовать. так вот, берем женский чай, пакетик женского чая, добавляем шиповника, кому как нравится, значит, готовый, да, значит, шиповник и употребляем, завариваем и употребляем данный отвар. Что даст шиповник дополнительно к женскому чаю. Шиповник является хорошим лекарственным средством, повышающим иммунитет и помогает в лечении вообще организма многих болезней. Сам состав полезен при атеросклерозе, простуде, сбоях с эндокринной системой, в обмене веществ, холецистит, гиповитаминозе. В нем есть С и П витамин, значит, бронхиальная астма, болезнях кишечника, печени. Поэтому вы можете побаловать себя, добавив к женскому чаю шиповника и представить, что вы сварили какое-то новое волшебное зелье, которое благотворно будете на свой организм влиять. обязательно одеваем с утра улыбку, ничто так не повышает иммунитет, как наше хорошее настроение, великолепное отношение к себе, вот, улыбаемся себе, одеваем самое красивое платье, пьем свой самый любимый сегодняшний чай, добавочки все, берем в контейнер эти добавочки, раскладываем в течение дня, что мы будем опотреблять и будем, девочки, здоровы! Всех люблю, обнимаю, пользуйтесь данными рецептами, делитесь со своими консультантами, добавляйте в корзины, пейте, надеюсь, я вам была полезна, а на сегодня все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok